всем привет друзья товарищи и случайные гости моего канала советую сегодня вот прямо сейчас всем зайти на мою страничку вконтакте и посмотреть на ту сплошную цветную табличку с названием новой улицы которую я видел в своем сне а потом посмотрите или пересмотрите еще раз мое видео под названием украина сон смотреть всем глобальные перемены во власти жаль что то видео так мало просмотров набрал всего пять с половиной тысяч просмотров 476 лайков очень жаль многие из вас не делятся моими видео в социальных сетях мало ставите лайков друзья товарищи а ведь люди должны знать что их ждет и в россии и на украине ставьте лайки более активно понимаете youtube так устроен чем больше лайков тем видео популярнее быстрее попадает в топ чем быстрее она в топе тем больше людей узнают что их ждет никогда раньше я не призывал ставить мне лайки любой это может подтвердить мне это вообще было не интересно но ситуация сейчас в корне иная обстановка тревожная поэтому как можно больше лайков от вас чтоб люди знали что будет с рублем что будет в 2023 в россии какие важные события будет ли дефолт и так далее тому подобное ставил лайк вы делаете это не для меня а для того чтобы как можно больше людей могли спасти свои сбережения понимаете друзья товарищи не ленитесь чтобы как можно больше людей узнали что можно получать верные ответы на свои вопросы через сон это такое небольшое но очень важное вступление сейчас поймете почему сон помните я вам говорил если что-то необычное приснится я с вами поделюсь приснилось очередной необычный сон приснился на мой взгляд плохой тревожный надеюсь что он не сбудется снится я на танке боевая машина реально танк модель не назову я на танке верхом как на коне только не на коне а на боевом танке и еду по дороге даже не еду а мчусь по дороге скорость довольно таки прилично улицы пустые вокруг никого быстро куда-то на танке еду и с кем-то внутри боевой машины переговариваюсь но я это его не вижу я разговариваю с кем-то с тем кто внутри боевой машины переговариваюсь отчетливо запомнил пустынные безлюдные улицы дорогу то есть не машин встречных не позади не людей вообще никого город как будто вымер но так город городской городской городская дорога была однозначно городская вот город как будто вымер это не за городом нет это городская улица город как будто вымер а у меня настроение боевое мчусь на танке и ощущаю некую мощь своего рода эйфория подъехали какому-то большому зданию я говорю тому кто внутри танка повторюсь я его не вижу с кем переговариваюсь я говорю мне сюда не надо давай назад как я сам отсюда выберусь далеко мол меня завез далеко заехали а мне надо домой и срочно сдавай назад танк разворачивается и и едет назад в обратном направлении мы едем но уже не так быстро мы уже не мчимся ствол у танка по ходу движения стал длиннее я вот вижу это отчетливо во сне он стал как бы растягивать не растягиваться в длину увеличивается а потом вообще и отвалился отпал танк накренился резко и в кювет опрокинулся но я успел с него быстро соскочить я ведь наверху был на башне я быстро спрыгнул подготовка у меня хорошая я спрыгнул дальше небольшой провал вижу себя идущим по улице пешим на мне длинный кожаный плащ новый красивый я иду подхожу только к остановке общественного транспорта то ли сложно вспомнить в общем стоит почему я подумал что остановка общественного транспорта потому что стоит длинный автобус вот какой-то необычный длинный автобус я таких вообще не видел а к нему очередь огромная вот к автобусу очередь не в магазин друзья к автобусу огромная длинная очередь стоят дети женщины с вещами рюкзаки какие-то стою смотрю на них как бы со стороны и думаю смотрю со стороны и думаю неужели нельзя другого автобуса подождать они сейчас как килька в бочке набьются да и все наверняка не влезут атмосфера была явно какая-то гнетущая не веселая и самое главное никто из них на меня не смотрел как будто меня там и не было во сне я решил не становиться в эту длинную очередь а пойти дальше пешком я шел прямо по дороге просторная дорога была ни машин ни людей ну вот вообще никого город как будто вымер опять шел шел и увидел вдали снова большое здание мне показалось что это наш местный местный торгово развлекательный центр красная площадь есть такой там большая развязка транспортная уйма маршруток городских короче есть на что запрыгнуть и добраться до дома шел с мыслью все правильно сделал а то бы так и стоял до сих пор в той длинной очереди сейчас спокойно дойду километра километров три четыре еще и сяду в маршрутку в пустую и домой проснулся друзья товарищи гости моего канала советую еще посмотреть или пересмотреть лишним не будет мое другое видео девальвация рубля в 2022 смотрим на тару плюс новый сон не про жириновского 16 февраля 16 февраля военная операция началась двадцать четвертого а 16 февраля года я вам всем рассказал про другой свой сон повторю его 16 февраля снится как будто я иду по большой улице она просторная слева и справа идет стройка слева в ряд вдоль всей улице строится дома каменщики кладут кирпич плотники носят какие-то доски широкие туда-сюда слева в ряд и справа в ряд такая же картина я иду по этой улице и думаю а где вообще жилые дома одна сплошная стройка везде строится многоэтажки где-то второй этаж уже возводит где-то чуть выше смутно уже помню во в общем идет одна сплошная стройка рабочий кругом стройматериалы и ни одного жилого дома вокруг я проснулся не знаю к чему этот сон уверен что скоро узнаем со временем со временем если у кого-то будет какие-то соображения по моему с напишите в комментариях многие из вас тогда мне написали что этот сон к войне помните многие несколько человек написала мол сперва все разрушим а потом будем застраивать улице по новой вспоминайте ссылки на видео с описанием моих снов есть чуть ниже пройдите посмотрите в описании к этому видео никогда верхом на танке я во сне не ездил вот мне 47 лет ребята да никогда такого не было чтоб верхом на танке на коне было дело да но наверх верхом на танке на боевом никогда не ездил не знаю чем это плюс еще на обратном пути он опрокинулся но я успел спрыгнуть с него и что это за люди были длинная очередь к автобусу и автобус необычной длины и почему улицы были пустынные городские улицы что-то нехорошее точно произойдет в самое ближайшее время единственное что мне понравилось во сне так это длинный кожаный плащ новый трактовка моего сна за вами за вами на людей в длинной очереди я смотрел как бы со стороны повторюсь они на меня вообще не смотрели как будто меня там и нет жду от вас трактовки моего сна но это еще не все друзья товарищи что-то вот необычное произойдет самое ближайшее время смотрите еще кое-что произошло в моей жизни на днях слушайте внимательно люблю увлекаюсь спортивной ходьбой очень давно люблю это дело стараюсь день проходить 3-4 километра ну вот как минимум я вообще спорт люблю восточное единоборство но занимаюсь чисто для себя давно когда-то во времена царя гороха ходил в секцию самбо бокса дзюдо карате сейчас чисто для себя занимаюсь так вот прогуливался в местном городском сквере на днях мотал мотал круги наматывал круги 3-4 километра напротив пешком не спеша вы не поверите путь мне преградила синичка небольшая такая птаха но все знают как синица выглядит небольшая такая птаха стала вокруг меня кружить я офигел остановился вот она кружит прямо передо мной в воздухе прямо перед моим лицом вот влево вправо влево вправо но я остановился я офигел и руку протянул она мне в перчатке была у нас сейчас вообще зима холодно руку протянул птаха мне на ладонь села и смотрит на меня я офигел ребята вот реально точно какая-то фигня сейчас в мире произойдет самое ближайшее время это какой-то вот это какой-то серьезный знак птаха посидела у меня на ладони меньше минуты где-то потом улетела я пошел дальше своей дорогой круги наматывать и что вы думаете метров через 300 мы может чуть больше она снова меня догнала и снова села на выйдет на вытянутую мною руку на ладонь на пальцы большой указатель но на птах она совсем маленькая у меня же рука в перчатке большая вот она снова села опять посмотрела и улетела все я вышел из сквера всю дорогу шел и думал что это вообще значит кто это был вообще синичка такая маленькая птаха а так смотрела как человек не знаю может просто была голодная но никогда ничего подобного в моей жизни не было я и раньше там круги наматывал чуть ли не ежедневно и ничего подобного никогда не было в общем какие-то чудеса происходят вокруг и во сне наяву еще круче не знаю может это как-то связано с моей работой с подсознанием я говорил вам работу с подсознанием пакеха может это с этим связано не знаю возможно конечно вот это чудеса с этой птаха мне конечно понравилось мне нравятся такие чудеса но непонятно что это птаха хотела мне сказать надо будет на таро посмотреть но я почему-то до сих пор этого не сделал сам не знаю я почему-то до сих пор этого не сделал может интуиция как бы подсказывать что не надо в общем сплошные чудеса жду от вас комментарии и лайков что означает мой сон и что птаха хотела от меня может просто хлеба а может и нет повторюсь я там постоянно круги наматываю понимаете спортивная ходьба классная штука не постоянно круги наматываю и никто на меня никакая птица на меня внимание раньше не обращала и еще друзья товарищи не было ли в последнее время чего-нибудь необычного в вашей жизни тоже вот как со мной может тоже какие-то знаки кто-то вам подавал поделитесь карты таро мне не показали что будет третья мировая помните но расклад на апрель месяц на события в россии тоже не забывайте да и сны идут необычные тревожные еще это птаха такого раньше никогда не было короче есть над чем подумать поразмышлять всем удачи счастлива